Но все покрытие, которое было серебряным, слезло из тех сережек и вот с этих. Откладываем. Всем привет, с вами Лена, и снова я начала выпускать свои видео. Сегодня будет видео о моих посылках, это опять снова украшения, которые мне выслали на обзор. Удивительная посылка, потому что целый месяц она пролежала на почте, никакого извещения мне не пришло. Но продавец требует от меня видео, а я не могу ничего сделать, потому что не понимаю, где эта посылка. Оказалось, она просто лежала на почте, и как только пошла я на почту разбираться, мне ее выдали. Поэтому, наконец, я ее получила. Да и, в принципе, в Беларуси я живу, например, и мне в последнее время вообще не приходят никакие извещения. Поэтому приходится самой разбираться в этом и выяснять. У кого такая же ситуация была последние два месяца, то тоже пишите в комментариях. Если кто-то еще не в курсе, то в Беларуси наконец повысили лимит. Теперь можно до 200 долларов заказывать посылки, но все равно лимит в 22 доллара на одну посылку остался. То есть, например, один пакет может максимум 22 доллара стоить. Если же он будет стоить больше, значит, вам будут начислять таможенные пошлины. Ладно, не об этом сегодня видео. У меня много украшений красивеньких сегодня. Начну, наверное, так, что ко мне ближе лежит. Пускай будет тарда. Вот в таких вот коробочках мне вечно приходят украшения от этого бренда. Внутри находится вот такой вот уплотнитель. Так, это у нас сережки. Что мне нравится в именно этой фирме? Во-первых, что коробочки приходят, значит, можно уже сразу даже подарить кому-то. А во-вторых, там есть такие прикольные маленькие пакетики, в которых очень удобно хранить потом украшения. Так, сережки, сережки. Что я могу сказать? Они какие-то пошарпанные и кривые. А вот это вот серебро начинает слазить. Надо их поравнять. В общем-то, не такое же хорошее качество у них. Они реально у меня почему-то обрезли, хоть я даже их не трогала. Ну, в последнее время, в принципе, от тарда у меня почти все такие украшения. Снова сережки. Снова они какие-то. Вот посылка пролежала месяц на почте. Отправлена она должна... Она была у меня где-то в сентябре, если честно, не помню. Может, даже в октябре. Но все покрытие, которое было серебряным, слезло. Из тех сережек и вот с этих. Поэтому не, нет. Я точно не рекомендую. Как бы они красиво не смотрелись, но их точно не рекомендую. И то я даже не трогала их и не надевала. Какое-то странное качество у них. Следующие сережки тоже потемнели. Они не были такими, когда я их сразу получила. Но я их не носила. Первые мои, наверное, посылки от тарда. Это было где-то, может, года два назад. И был точно вот такой же анималистичный котенок. Подвеска была. Моя сестра носила ее очень долго. И даже в ванной вообще не снимала ее. Но она не потемнела. То есть, ну, может, со временем бы потом и потемнел. Я уже не помню. Но то время, пока она носила эту подвеску, она не меняла никак свой цвет. Ну, на самом деле, я давно хотела вот такие сережечки в виде таких лисичек тут. Ну, я хотела котят, конечно, но лисички тоже очень прикольные, симпатичные такие. Хотя на них стоит тоже проба 925. Что-то очень странное с моими украшениями происходит. И серебряный кулончик-подвеска. Которая, опять же, то ли она потемнела, то ли что с ней. Цепочка не поменяла свой цвет. Только на замочке. А вот сам кулончик меняет. Обычно они всегда реально самые лучшие украшения высылали. Но у меня еще две какие-то фирмы впереди. Поэтому, может быть, я разочаруюсь еще и дни. Но обычно всегда было наоборот. Тарда меня всегда радовала. Так, последняя посылка от Тарда. Снова сережки. А вот они дико потемнели. Когда я их сразу открывала, такого не было. Вот это однозначно. Они реально другого цвета стали. И это я их не трогала. Если бы я их носила, они бы, наверное, у меня сразу стерлись. Кажется, это просто обычная какая-то проволока даже. Как хорошо, что они месяц пролежали на почте. Ну, и, как обычно, они любят присылать свои визиточки. Вот в таких вот прикольных упаковочках. И вот такой вот трапочкой, что ли, это. Ну, она так себе вытирает, если честно. В общем, следующие украшения у меня вот сколько много. Так что сейчас буду показывать по отдельности. Колечко. Они такие все в позолоте. Либо розовое, либо желтое золото. Мне очень понравилось колечко какое тут. Ну, опять же, чтобы какие-то изъяны обнаружить, нужно носить. Но кольцо, оно такое красивое. Не успела я походить с этим кольцом, как у меня кристаллик отвалился. И это кольцо царапается обо все и цепляется тоже. Кольцо, наверное, у меня розовое. Да, розовое золото. И подвеска аналогична из розового золота. Такая очень лакомичная, красивенькая. Вот так вот она выглядит. Честно говоря, в последнее время я вообще редко что заказываю с Алиэкспресса или из Китая. А что особенно касается одежды, я заказываю только те вещи, которые я уже проверила. А какие-то новые. И в принципе там уже почти все вещи становятся какие-то немомерно дорогие. Поэтому в Беларуси, например, есть группа оптовых продаж, оптовых закупок. То есть все девчонки подписываются на размер или заказывают одежду под заказ. И потом по Минску можно забрать их, развозят на машине. Либо же если в Беларуси, тогда по почте можно забрать. Ну, в принципе, таких много разных аккаунтов даже существует. Это группа, конечно, в которой я что-то покупаю. Но много разных аккаунтов существует, которые точно так же заказывают одежду. И у них намного она качественнее, чем с Алиэкспресса. И, наверное, даже дешевле, я бы сказала, чем с Алиэкспресса заказывать. Далее вот такие вот сережки из желтого золота с кружочками у меня. Но они тоже сотрутся. Дальше вот такие вот сережечки. Тоже из желтого золота я заказала. Такие миниатюрные. Вдруг, кстати, может к чему-то и подойти мне. Также желтое золото сережки и черный камушек. Такие более строгие. Ну, вообще круто иметь много различных вариантов каких-то украшений под разные наряды. Снова весюлечки. Но немножко другие-то весюлечки. Тоже, я думаю, вообще под черное платье. Ну, будут очень красивые сережки. Кстати, по поводу подвесочки, да, вот эта подвесочка была от Tardo. И она реально очень классная. Она не стирается. Я в ней хожу уже очень давно. Я бы сказала, даже полгода. Она очень красивая такая. И вот наподобие такой же я заказала в розовом золоте от нового бренда. Кстати, этот браслет у меня прям сразу в тот же день, как я начала носить, развалился. Поэтому, ну, как бы сплетение у него не очень. Ну, и снова сережки были похожи на те. Только эти были с желтого золота. Под желтое золото кружочки, а эти сердечки под розовое золото. Ну, чтобы я могла как-то миксовать эти украшения вместе. Короче, надо вот этот протестировать. И вот этот протестировать. Давайте-ка будем тестировать. Начинать. Ну, кстати, розовое золото очень похоже на золото настоящее, я вам скажу, да. А желтое оно будет отличаться. Поэтому, если вы соберетесь заказывать, то заказывайте именно розовое золото. Потому что оно больше похоже на настоящее. Буквально, может, один-два тона будет отличаться. Ну, вообще, по качеству вот именно эти украшения, сделанные по золоту, они как-то лучше выглядят. И вторая сережка. Я, кстати, хочу попросить того, кто смотрит уже на этом моменте это видео, пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я для вас сняла. Я точно знаю, что один подписчик ждет моего бэкстейджа со съемок, но я пока не могу его выложить, потому что мне нужно его смонтировать. И так, чтобы одобрили режиссеры, ну, чтобы я могла выложить. Потому что это как бы немножко секретно иногда бывает. Но тогда у меня дико изменились интересы. Поэтому тот бьюти-фэшн-блог, который я вела раньше, он немножечко, наверное, ушел из моих интересов, я бы сказала так. Так, реально, вот это вот офигенная просто подвеска. Я очень рада, что она ко мне попала. Я оставлю ссылочку на видео, где она была. Вот, ну, я ее прям... Я не знаю сейчас, какого качества они делают эту подвеску, но она реально очень крутая. Я поняла. Это браслетик. Так, тогда из подвесок у меня здесь всего лишь одна. Она дико красивая. Тоже из розового золота. Итого, у меня осталось только желтое золото. Да, я надела все розовое золото на себя. Откладываем. И осталась у нас последняя еманка фирма. Ох, сейчас буду распаковывать. Думаю, там что-то прикольное. Я уже забыла, на самом деле, что мне там присылали. Коробочки от еманка все помялись. Вот так выглядят коробочки. Я уже открыла их. Желтое золото. Все запуталось. Так, это вот такая вот подвесочка с маленьким таким кулончиком здесь. Ну, как сказать, оно не такое желтое, кстати, золотое, как там. Ну, это симпатичная, кстати, подвесочка. Это браслетик. Вот такой вот с черненьким камушком браслетик. Тоже желтенькое такое золотое. Но смотрится, если честно, очень красиво. Но, кстати, еманка более по качеству, у меня, во всяком случае, по золоте. Оно не сразу смывается. Ну, то есть, я помню, даже медальончик носила, носила. И он только, может, через месяц начал чуть подтираться. Снова подвеска. Вот такая вот, с маленьким кружочком. Да, это снова должна быть подвеска. Только теперь она у меня с кружочками, такая вот подвесочка. И здесь, кстати, упаковочка хоть, ну, более-менее как-то сохранилась. И снова такая же. Они мне две одинаковые, походу, прислали. Браслетик под подвеску. Под одну из подвесок, которые я заказывала. И последнее украшение. От еманка. И, в принципе... Походу, такой же. Они мне такой же браслет прислали. Просто один меньше, а второй больше. В общем, я догнала. Это просто браслет на ногу был. Как оказалось. Не, ну эти вообще идентичны. Прям вот, ну, один в один. Класс. Хоть ты сережки сделай. Ну, что ж, на этом все. Обзор украшений моих окончен. Я надеюсь, что видео было вам в какой-то мере полезно и интересно. Если так, не забывайте поддерживать меня своими пальчиками вверх. Подписываться на мой канал. Если я вас заинтересовала, как человек даже. Ну да, не забывайте оставлять свои комментарии под моим видео. Что бы вы хотели, чтобы я для вас сняла. Я прочитаю ваши комментарии, подумаю и, возможно, отвечу вам, сниму ли я такое или нет. Ну и, наверное, на этом все. Я с вами прощаюсь. С вами была Лена. Всем удачи. Угредет новый 2019 год. И, наверное, у меня другого шанса вас поздравить или пожелать чего-то не будет. Поэтому я хочу, чтобы все ваши мечты, желания в новом году обязательно исполнились, избылись. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами была Лена. Спасибо, что остаетесь до сих пор со мной. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...